Привет, друзья! С вами на связи Артуран, и в этом видеоуроке вы научитесь, как заменить зеленый фон на понравившуюся вам картинку. Вы сможете сделать ваше фото или же отснятый видеоматериал более привлекательным, используя эту несложную технику. Возможно, эта техника будет очень полезна при создании видеороликов. Перед вами мой финальный результат с разными фоновыми рисунками. Итак, если вы готовы, тогда начнем. Для начала нам необходимо скачать программу Blender. Она бесплатная. Для этого в адресной строке браузера набираем Blender.org. Мы на главной странице Blender нажимаем на вот эту вот кнопку. Перед нами страница скачивания. А, извините. Перед нами страница скачивания. И в зависимости от того, какая у вас операционная система, то есть в данном случае у меня Windows, скачиваем нужную нам версию. Но я не буду этого делать, так как у меня уже программа установлена. Поэтому, после того, как вы нажмете эту кнопку, в загрузках у вас появится вот этот установочный файл. Следуя инструкции, там все несложно. Необходимо установить ее. И после этого приступаем к работе. Итак, весь процесс будет пошаговым. Клик за кликом мы с вами перейдем к финальному результату. Как только вы установите программу на свой компьютер, на рабочем столе, или же здесь в панели задач, должен появиться значок Blender. Выглядит он так. И кликаем на него. Перед нами главный стартовый интерфейс программы Blender. Для того, чтобы выполнить нашу работу, нам потребуется перейти в редактор постобработки. Для этого мы из выпадающего меню здесь выбираем Compositing. И перед нами интерфейс постобработки. Теперь наша главная задача состоит в том, чтобы объединить основное изображение которое вы сняли с фоновым. Давайте добавим наши картинки. Для этого ставим галочку здесь Use Notes и здесь Backdrop. Так как нам не нужен слой рендера, то есть отрисовки, мы его удаляем. Зажимаем левую кнопку мыши и нажимаем клавишу X на вашей клавиатуре. Теперь давайте добавим основное изображение. Нажимаем Add, Input, и выбираем Image. Вот он у нас. Нажимаем левую кнопку мыши. И теперь нажатием кнопки Open попадаем в меню навигации. Вы можете использовать свое изображение. Я же буду использовать то, что у меня имеется. Оно у меня на рабочем столе. И выбираем Open Image. Прокручивая колесо мыши, можно приближать и отдалять рабочую среду. Теперь давайте добавим элемент, который поможет отобразить нам наше основное изображение. Сначала сделаем расстояние между ними побольше и добавляем Add. Output и Viewer. Так, их можно расставить таким образом. И желтый сокет добавляем в желтый сокет Viewer. И вот, пожалуйста, перед нами наше основное изображение. Клавиши V на клавиатуре можно отдалять, а сочетанием клавиш Alt и V можно приближать наше изображение. Теперь давайте сделаем так, чтобы в финальном рендере, то есть в финальной отрисовке, изображение имело четкий размер. Здесь мы должны выставить на 100%, чтобы оно не было половинчатым. И добавляем Add, Distort и Scale. Это у нас Render Size. И здесь мы выбираем Render Size. Теперь, когда будет производиться финальная отрисовка, у нас будет изображение нормального размера. Далее добавляем самый важный элемент, который поможет нам избавиться от этого заднего фона. Он очень ужасен. Знаю, я его делал вручную. Это делается путем нажатия Add, Matt и выбираем King. Вставляем его между двух нодов Scale и Viewer и уже наблюдаем, как он пытается воздействовать на Background. Для того, чтобы выбрать необходимый нам цвет, нажимаем Key Color и из этого кружка выбираем наиболее подходящую цветовую гамму, тот цвет, который необходимо убрать из изображения. Путем настроек... Так, по-моему, я уже попал с первого раза, да? То есть, зеленый цвет, зеленый фон исчез. Мы можем наблюдать некоторые артефакты, да? Вокруг силуэта. Ну, это нормально. Далее, добавляем следующий элемент. Давайте увеличим расстояние между нодами. Add, Color, Mix и сокет Matt добавляем в нижний сокет микса и продолжаем линию. Давайте немножко отдалим наше основное изображение, чтобы легче работать и продолжим дальше. Add, Color, обратно Mix. Ну, уже на верхний сокет. И сокет Image от Keying нода добавляем в нижнюю часть. А теперь переходим к самой клевой части. Добавляем фоновое изображение. Add, Input, Image. И вы можете выбрать свое. Я использую свое. Выбираем изображение. И сокет от изображения Image вставляем сюда. То есть, во второй Mix Note. А теперь отдаляем изображение. И Вуаля! Давайте же теперь сохраним наш результат. Последний штрих. Сокет от микса добавляем к Composite. И здесь у нас появляется финальное изображение. Нажимаем Image. Save as Image. Выбираем фолдер, куда надо сохранить. И нажимаем Save as. Ну что ж, мы закончили. Хотя мы могли применить все те настройки, которые имеются у нас здесь. Но я думаю, для начала вполне достаточно. Спасибо за внимание. И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!